На сцену приглашается Юрий Гордиченко. Собственно, наверное, не буду затягивать. Я сегодня буду рассказывать о WebRTC. Я сам являюсь, скажем так, частным разработчиком и работал с такими сервисами, как Collision, как CatTaxi.ru, то есть строил для них инфраструктуру, похожую на ту, что описывал сейчас Сергей, по-моему, тоже основанную на Камаиле, на Астерисках, но я делал все через WebRTC, то есть именно всю взаимосвязь клиент-серверную части. То есть клиенты у меня коннектились через WebRTC, точнее в сервисах была поддержка WebRTC как таковая. То есть немножечко сейчас сделаю такое вступление, что вообще такое WebRTC, если, может быть, кто-то не знает. То есть WebRTC – технология, которая позволяет нам работать коммуникационными, коммуникацироваться, скажем так, то есть медиапотоки обрабатывать через Web. То есть здесь я представил WebRTC стек, чтобы понимать, что сигнализация именно, которая основывается на, скажем так, WebRTC, на самом деле здесь правильно, наверное, говорить о WebSocket, потому что именно сама сигнализация, в том числе SIP через Web, она работает посредством WebSocket, а WebRTC – это уже непосредственно как раз RTCP, peer channel, data channel и т.д. и т.п. То есть и в рамках веба, если мы возьмем, там уже будет не RTP, там будет DTLS и RTP, потому что Google Chrome нам не позволяет уже работать с открытыми источниками, то есть он говорит нам, используйте обязательно HTTPS, соответственно HTTPS, помимо всего прочего, который должен быть как бы секьюрным и внутри себя, то также должны бегать сервисы, которые за декрипшеном. В общем-то, если мы опять же вернемся к тому, что у нас сигнализация должна также бегать, WebRTC технология, она ставит разработчику такое условие, как бы мы вам предоставили, скажем, инструмент для работы с медиапотоками, а сигнализацию, в общем, заботитесь сами, как хотите, так и корячитесь, в общем. И обычно админы так делают, блин, что делать за голову, и разработчики начинают писать свой сервис, сигнальный сервер. Ну, как бы здесь сообщество хорошо потянулось, и Камаилио, например, тот же самый, там OpenSips, Asterisk, там еще другие продукты, такие как FreeSwitch, они интегрировали в себя поддержку WebRTC, соответственно, интегрировали в себя поддержку сигнализации, то есть SIP over WebSockets у нас получился, который непосредственно уже позволяет работать с медиапотоками как таковыми. Соответственно, сигнализационный сервер остается только на наше усмотрение, и здесь в данном случае, наверное, правильно было бы говорить о том, что неплохо бы использовать SIP именно как SIP over WebSockets. Почему? Потому что, ну, зачем придумать свой протокол, когда он уже есть? То есть, зачем городить что-то новое, когда есть уже SIP, который позволяет нам связываться друг с другом. Собственно, ну, сервисы, которые поддерживают сейчас у нас WebRTC, скажем так, это вот эти четыре сервиса. Ну, и перейду сразу к недостаткам и достоинствам такого решения, именно SIP over WebSockets. Почему? Ну, первый плюс – это, конечно, быстрый старт. Я сейчас буду разбирать их более подробно. Второй плюс – это стыковка технологий, то есть это SIP и Web, скажем, которые нам позволяют это делать. Ну, простота реализации веб-базированных сервисов. Ну, по поводу недостатков – это не родственной среде формат данных, я углублюсь здесь, и неполная поддержка WebSIP клиентами возможностей WebRTC. Ну, начнем с интеграции. Какой протокол? Как я уже сказал, используем SIP и все, не заморачиваемся. Сигнализация есть, описание есть, стандарты есть. Все работает, в принципе, точно так же с точки зрения SIP. Разница только на уровне транспорта. То есть, как раз таки вот транспорт коммуникейшн. То есть, мы получаем с точки зрения WebRTC одну технологию транспортную, основанную на WebSocket, с точки зрения SIP – это traditional TCP и UDP. И, соответственно, Камаили или там какой-то другой сервис, он выступает у нас как что? Он выступает у нас как, скажем, такой транскодер между непосредственно транспортными. То есть, WebSocket мы просто передаем на SIP, точнее, на TCP, и там уже у нас SIP проходит просто по другому протоколу. То есть, в принципе, у нас получается связь такая между двумя различными протоколами на таком уровне. То есть, в принципе, это очень удобно, потому что мы можем теперь с Web звонить куда-то, приземлять звонки на городские номера и т.д. и т.п. посредством SIP-сервисов уже. И что касается удобства веб-базирных сервисов, то есть я тут разобрал просто стандартную Spy Channel на астерийске. Если мы вспомним, ну, бог с ним Spy Channel, возьмем любой originate, как это работает. Клиент заходит на сайт, нажимает кнопку, ну, Spy Channel в данном случае возьмем администратора, он заходит к себе в панель, видит активный звонок, нажимает кнопку, чтобы проследить звонок. У него звонит телефон, там софтфон, неважно. Он берет трубку и потом астерист только встраивается в канал, например, и делает Spy. Ну, либо коннекция через originate к другому человеку, если говорить про originate. То есть это четыре действия, два из которых действия пользователей, и которые вообще абсолютно не явны для пользователя. То есть, когда нажимаем на кнопку позвонить, он раз такой всплывает, такой софтфон, и пользователь такой, блин, ну я же звонил туда, что он мне звонит, как бы. Ну, это абсолютно, скажем так, нелогично. То есть, не мог я не встроить, то есть четыре действия, Карл. Вот, с веб-базированными сервисами, с веб-базированной архитектурой, точнее, здесь все гораздо проще. Нажимаем на кнопку, делаем вызов. Вызов идет на осте риск. И дальше по контексту соединяем с каким-то необходимым каналом. То есть, два действия всего лишь. То есть, все прямо, предсказуемо. Клиент понимает, админ понимает. Ну, все понимают, в общем, нет каких-то вопросов, не надо клиентам объяснять. То есть, уровень порогов вхождения достаточно высокий, достаточно низкий получается с точки зрения пользователя. Ну, теперь к минусам. Минус первый – это, что в SIP очень много текста. То есть, у нас на пороге 20-е года 21-го века SIP до сих пор у нас использует текст. Соответственно, все это дело парсится. Почему я сделал акцент на этом? Ну, есть у нас формат JSON, правильно? То есть, в нем же можно было бы передавать. Но нет, здесь приходится парсить текст. То есть, это я как раз касаюсь точки зрения разработки сигнализации на других каких-то там своих сервисах построенных. То есть, на Node.js очень многие соки ТО делают реализацию сигнализации. То есть, они там используют JSON-массив. То есть, они отправили в JSON нужные данные, сервер их распарсил. Это удобнее гораздо, не надо парсить текст, не надо высчитывать каретки, там, отступы назад и т.д. Ну, и плюс по количеству текста. То есть, в WebRTC, как правило, передается по SDP очень много информации. Там, если, например, мы еще видео включаем, там, ice candidates и т.д. и т.п. То есть, это 2013 символов только в SDP. Плюс еще неизвестно сколько кастомных хеддеров вы захотите в самом SCP и т.д. Ну, просто этот текст распарсить гораздо более трудоемкая задача, скажем так. Ну, и не поддерживает он на данный момент, то есть, скажем так, не то, что на данный момент, а из коробки. Все фьючерсы, например, с помощью WebRTC мы же можем взять и вытянуть, скажем так, экран клиента. Ну, через Google Extension, например, то есть, он позволяет там расшарить экран. Собственно, через SIP с существующими, скажем так, сервисами, которые уже созданы, это не получается сделать. То есть, приходится самому там дорабатывать. Ну, это, наверное, больше вопрос к админам, то есть, почему админам там сложнее с этим работать. Просто у меня был опыт разработки сервиса, когда клиент сказал, мне нужно, чтобы я смотрел экран. То есть, и пришлось поднимать еще один там WebRTC, ну, WebSocket сервер, через который у меня там трансливерс коммуникейшн, и вытягивался экран клиента через экстеншн. То есть, ну, не очень удобно, потому что, как минимум, нужно делать два канала вместо одного. Хотя, казалось бы, можно было бы воспользоваться только Камаиле. Ну, не то сделал. Вот. Ну, собственно, что касается теперь конкретики, то есть, если говорить о том, что WebRTC, ну, очень много слухов было о том, что в WebRTC не нужно ничего, чтобы никаких не нужно использовать серверов, чтобы как это работало. Ну, не так это врут все. Первое, это нужно, необходимо использовать, как минимум, сервер сигнализации у нас есть, да. И второе, у нас практически всегда, ну, 95% случаев клиенты за NAT. И то, даже если они, даже если там, они не за NAT, нам нужно выбирать лучший маршрут, ну, и так далее, то есть, использовать технологию ICE-сервера, чтобы подобрать твердный стан сервера. Соответственно, у нас есть, как бы, ACE candidates. ACE candidates, соответственно, это указание на сервера ACE, которые должны работать. Соответственно, это еще сервера для медиа. То есть, если мы будем говорить об астериске, скажем так, о Камаиле, то есть, это все поддерживается. Но, тем не менее, сервер-то нужен, то есть, прямой коммуникации так или иначе не бывает. Соответственно, у нас топология строится следующим образом. То есть, WebRTC работает с SIP через WebRTC-to-SIP сервер какой-то, и RTP сервер у нас работает через, точнее, WebRTC по медиа работает у нас через RTP сервер. Соответственно, существует несколько схем такой работы. Первая схема – это непосредственно WebRTC сервер, который работает у нас как регистрар сервер. По крайней мере, я такое использую. То есть, у нас WebRTC регистрируется как SIP-клиент, SIP-клиент регистрируется как SIP-клиент на сервере. И затем, синенькие мытнос-медиа потоки, значит, они направляются непосредственно на RTP сервер, который переписывает ACE-кандидат, то есть, под себя уже. Почему я его позвал RTP-сервер, скажем так, а не ACE-сервер? Хорошо было бы контролировать полностью, потому что в сети у нас много достаточно ACE-стан серверов, но было бы неплохо всю работу проводить через свой сервер. Поэтому здесь переписываются ACE-стан-кандидаты, убираются ненужные, подставляются свой ACE-кандидат. И, соответственно, RTP-сервер становится как сервером определения ACE-стан-терн-сервером, так и самим стан и терн-сервером вместе. И, соответственно, дальше медиа поток уже проходит непосредственно от клиента через RTP-сервер, там уже на Asterisk. На Asterisk, в принципе, неплохо реализована логика НАТО, это нотирование, и логика, и работа это неплохо реализовано, неплохо работает, поэтому Asterisk здесь используется в такой архитектуре обычно используется как медиа-сервер. То есть я Asterisk отвожу обычно роль именно сервера медиа, то есть работая с аппликейшенами, там Q, conference и т.д. и снимаю с него всю задачу о регистрации и о маршрутизации именно на уровне SIP-пакетов, то есть банально к нему пришел пакет, он там что-то с ним сделал, там в очередь поставил, я использую Камаили обычно, и отправил на Камаили. Камаили там уже сделал всю работу по роутингу. Собственно, это вот одна схема. И вторая схема – это когда нам нужно, чтобы клиент регистрировался непосредственно на Asterisk. Но такая схема обычно нужна, когда строится система не с нуля, а какая-то логика уже есть, скажем так, бизнес-процесс уже построен, и нужно просто внедрить непосредственно WebRTC, вот этот WebRTC to SIP-сервер, и, соответственно, его сделать работоспособным, но уже существующим сервисом. Тогда WebRTC-сервер работает чисто как просто транскодер, так скажем, между потоками, между транспортами с WebRTC на SIP обычный и обратно. То есть вся регистрация происходит также на Asterisk. Единственное замечание, что Asterisk видит всю регистрацию с WebRTC to SIP-сервера. Соответственно, нужно конфигурировать WebRTC to SIP-сервер, чтобы он запоминал, кто там логинится к нему, кто на нем аутентифицируется, и назад уходить, назад уводить трафик. В общем, что касается этой схемы. Ну и, собственно, пример. В интернете, если посмотреть, на Камаиле у нас есть множество примеров на самом деле реализации на Камаиле именно WebRTC-базированных каких-то конфигураций. То есть здесь сделано следующее. Здесь есть роут такой, setup by transport, и, соответственно, определяемые. Если у нас транспорт VS, мы вводим его по одному направлению. Если у нас транспорт VS to VS, то мы вводим его по одному направлению. Если у нас просто ответ именно с Web-сервера, то мы вводим по другому роуту на reply и так далее. То есть, в принципе, я так думаю, здесь понятно, все видно. И еще, скажем так, другой немножечко подход. Когда в том подходе, который я описал выше, там всегда трафик RTP гоняется через как раз-таки RTP-сервер. Если вы реализуете архитектуру, которая у вас должна гонять не только веб-базированные сервисы, скажем так, но и обычный стандартный SIP между собой, то есть его пропускать через еще один RTP-сервер, ну, смысла не имеет. Правильно, ну, хорошо бы его законнектить сразу от точки до астериска, да, именно по RTP, и потом назад на другого клиента. Соответственно, здесь роут устраивается в NAT-менедж, просто определяем, откуда пришел пакет, и, соответственно, если он откуда-то пришел, используем RTP-энжин, изменяем атрибуты, переписываем IS-сервера, вставляем свой IS-сервер и, соответственно, уводим на RTP-энжин. Если же это обычный пакет, то мы просто уводим на обычный... RTP-трафик идет сразу от клиента до астериска, от астериска до клиента ничего не переписывается. Как правило, астериск, как я уже сказал, даже если находится за NAT-ом, в принципе, астериск нормально справляется с этим, поэтому вопросов со всем этим не возникает. Ну и, собственно, скажем так, торопили. Поэтому здесь все. То есть, что касается данной конфигурации, в DAI они будут представлены, точнее, одна конфигурация о коннекте астериска с клиентами и потом пробросивая на RTP. То есть она будет представлена. Второго способа представлена, к сожалению, не будет, так как не позволяет. Да, это именно способ встраивания Камаиля и RTP-сервера как WebRTC-прокси. В общем-то, у меня на этом все. Примерно вот так я организовываю работу через WebRTC-сервисы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, спасибо. Добрый день. Не тогда давно поставили задачу внедрить WebRTC в существующую систему, поэтому плюшу от того, что встроил WebRTC, собственно, твустый риск. Сам столкнулся с проблемой, увидел, что люди сталкиваются с похожими. Вот есть у вас сложности или нет с тем, что когда человек из браузера регенирует вызов, то получается так, что очень сильная задержка в голосе. Как бы и удаленного абонента не слышит, и сам тоже. Это все приводит к тому, к тому самому АС протоколу, видимо, либо мощности компьютера клиентского, либо сложная сетка. Я понял, вопрос у вас. Ну, собственно, я ушел, во-первых, от использования, в принципе, всех стан и терн серверов, которые находятся где-то в вебе, в облаках. То есть, гугловский и т.д. То есть, я, как сказал, использую RTP-Engine. И второе. Я не использую Asterisk как WebRTC сервер. Я его использую как медиа сервер. То есть, как WebRTC сервер я использую Камоилия. То есть, как WebRTC to SIP. То есть, он быстрее, во-первых, работает, и во-вторых, он гарантированно работает правильно. То есть, на нем нет задержки, так как он работает с RTP-Engine, который является как раз-таки вот этой проксией RTP-шной, которая изменяет все, и как раз-таки, который из DTLS в обычной UDP, в DTLS SRTP, в обычной RTP переводит. Он делает это быстро. Во-вторых, он также масштабируем, то есть, его можно понаставить. Если у вас сервис раскиданный регионально, их можно понаставить много, они между собой реплицируются. Это во-первых. Во-вторых, можно марфетизировать на разные сервера, потому что их подключается куча. Поэтому в этом нет проблем. То есть, я вообще, в принципе, ушел от того, что Asterisk использую как именно WebRTC сервис. Потому что, ну, мы когда какие-то такси строились, столкнулись как раз с тем, о чем вы говорите тоже. То есть, у меня до этого уже был опыт. Я как бы предлагал, но так как там уже была готовая архитектура, то есть, мы очень долго шли к тому, что надо встроить, как бы. И вот, когда все уже настроили, то есть, уже подняли PG Project с его RTP Engine и встроили, оно все пошло и, ну, вроде работает, а потом на третий вызов раз у нас задержка в голосе 8 секунд. Ну, это, конечно, не продакшн. Соответственно, и таким образом поменяли. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей Овчинников. А расскажите, а были ли проблемы с Камалео при внедрении? И какую версию Asterisk используете? Asterisk используется 13-й. Ну, 13-й используется, как бы, я, в принципе, использую всегда в основном версии Asterisk, которые более новые, потому что много новых фьючерсов, с тем же конференциями, с тем же Q они постоянно добавляют, за что огромное спасибо Asterisk, собственно, не, точнее, Dijom. Sorry. Вот. А с Камалео была единственная проблема, это когда Google выпустил Chrome, и они поменяли, у них, в общем, DTLS был 1.0, поменялся на 1.2, и, соответственно, нужно было пересобрать просто RTP-Engine с новым OpenSSL-пакетом, который поддерживает DTLS 1.2, 1.0.2. Вот. И, соответственно, вот как раз у нас перестал ходить звук, одну сторону пересобрали, все, проблема исчезла. Вообще, в принципе, Камалео и RTP-Engine хорошие сервисы, такие, ну, хорошо разработанные, и при этом у них очень хорошая комьюнити, очень responsible, поэтому с ними приятно работать, и проблемы, ну, редко возникают на таком уровне. Спасибо. И последний вопрос. Asterisk с PgSIP используется? Нет, ChanceSIP. Ну, там просто Trunk ставится, вот как нам описывал Андрей, то есть вот такая банальная архитектура. Ставится Trunk вообще без регистрации, в принципе, то есть IP-ориентированная, то есть IP-регистрация, скажем так. И все, собственно. То есть он работает чисто через один контекст даже у меня работает. Понятно, спасибо. Скажите, вот хорошо было описано… Можно ближе к микрофону? Хорошо описан был так называемый… Еще ближе, еще ближе. А на фронтенде что вы используете? Ну, JSIP. Ну, пользовали SIP-ML. Как бы описал бы, просто времени много не дали. Используем JSIP. Хорошая библиотека. В принципе, они хорошо развиваются, и у них неплохой интерфейс, скажем так, относительно для тех, кто знаком с JavaScript, например, и там с callback, и там, конечно, уровень вхождения, паров вхождения довольно-таки высокий, чисто из-за того, что это JavaScript. Нужно быть программистом JavaScript, чтобы понимать, как работают callback, как работают сокеты. Но, в общем и целом, библиотека отличная. То есть я использую версии от 0.7 до 2.0.2 сейчас на данный момент, да, и разрабатываю на них, и проблем нет. Потому что, смотрите, еще была SIP.js библиотека? SIP.js – это форк от JSIP как раз. По-моему, там просто они ушли больше вглубь. То есть он такой более хардкорный, скажем так. То есть там, насколько я знаю, я использую с индусами в одном проекте как раз-таки. Они используют вот этот SIP.js, потому что им нужно транслировать как раз-таки свой протокол в SIP over WebSocket и потом в SIP. То есть они там используют SIP.js как раз. Там еще такой момент. По JS.js там был какой-то глюк с хромом. То есть он просто рвал. Не знаю, ни разу не заметил. Ну, не знаю, может быть, это на каких-то более ранних версиях. Там 0.6 точнее. И просто они потом... Они просто сказали, что мы не будем это переделывать и все. Не знаю, я не сталкивался. У меня клиенты пользуют и у клиентов нет. Я сейчас пришел, а там таких проблем не было вообще. Возможно. Но я вот сколько пользовал, то есть у меня у клиентов нет. При этом они часами разговаривают. То есть и сам использую в продакшене, в своем. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.